К этой коляске Михаила Лапина приковал несчастный случай. Почти 30 лет назад он упал с обрыва, встать на ноги больше не смог. Мужчина рассказывает, что жизнь разделилась на до и после, но он нашел в себе силы жить дальше. Женился, воспитал детей, а сейчас помогает брату, сидя в инвалидной коляске, строить дом. Раньше передвигаться самостоятельно на инвалидном кресле не мог, только с помощью супруги. Но сегодня Михаилу подарили автоматизированное спецкресло. На нем достаточно нажать кнопку и можно свободно гонять по городу. Современную новинку Михаил ждал большую часть жизни. В принципе, я на коляске сижу по 16 часов в сутки. Поэтому, конечно, это самый сейчас важный инструмент для меня. Но это не подарок, а, я так понимаю, нормальное отношение. Помимо инвалидных кресел, министр труда Максим Топилин вручил современные прогулочные коляски трем детям с ДЦП. Всего на средства реабилитации инвалидов в этом году выделено почти 400 миллионов рублей федеральных средств. Как поясняют пресс-службы фонда социального страхования, на сегодняшний день все люди с ограниченными возможностями здоровья в регионе обеспечены инвалидными креслами. Возможно, так оно и есть, пояснила в телефонном разговоре Ирина Яковенко. Девушка прикована к инвалидному креслу почти 10 лет. Правда, добавила, власти совсем не учитывают тот факт, что коляску выдают сроком на 6 лет. Об негодность она приходит гораздо раньше. То есть все те, у кого кресла сломались, ломаются не часто, отметила Ирина Яковенко, так как зачастую куплены у китайских производителей. Вынуждены сидеть дома и ждать подарка. К слову, чтобы приобрести простенькую инвалидную коляску, нужно порядка 30-40 тысяч. Таких денег у инвалидов точно нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.